18 дней, но я пил, я пил, работал и ел раз в сутки, но это потому, что я жирный, не потому что я человек во что-то верующий, нет, потому что я просто толстый, делал это ради здоровья, абсолютно спокойно перенес все это дело, то есть я в этом смысле хочу сказать, ну, что где-то, и я немножко о смысле в этом деле, никакой большой проблемы, но я говорю о здоровых людях, людям больным, конечно же, не стоит этого делать, потому что потом вас еще и возил в больничку, да, ну, говорю, удивительно, шум электрических проводов, вот электровиния идет, да, удивительно, просто удивительно, так приятно погулять, так приятно поглядеть, такой, знаете, вот какой-то вот фильм можно снять, конечно же, на эту тематику, такой, практически на фантастическую уже, ну, что да как, сами расставьте точки над «и», участвуйте, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, я свои видео выкладываю всегда малыми частями, мне всегда будет приятно, если кто-то будет заходить, реагировать, подписываться и тому подобное, ну, вот, пожалуйста, мы не одиноки, да, ну, вот, да, скорость, конечно, 90 нам не развить, при съезде на автостраду, но, с какой сможем, с такой и выдвинемся, чем что, греха таить, так что, ну, вот, как я и говорю, по ту сторону остается автострады, город Хулон, торчат вот эти все старенькие домики с бойлерами, ну, вот, а по эту сторону, Батьян, да, просто что-то чем-то, вот, знаете, не жалею, что не сверну в город, на городе я уже наснимал, как раз вот я говорил, что оставлю ссылку в описании, это как раз я начал съемки на мосту Йосифталь, где вы глянете, как выглядит автострада, как разбомбили наш город, как строят, как ремонтируют, ну, и мои мысли вслух, о работе моего самоуправления, там тоже присутствует так горожан и тому подобное, ну, да, ну, вот я хочу сказать, а вот прослойки наших Палестин, нашего Израиля, о народах, которые населяют, потому что я на это все дело смотрю со стороны такого маленького народа, я сам выходец из Литвы, и мне всегда близка тема маленьких народов, вот мы посещали, посещали черкесов, черкесскую деревню Кваркама, удивительную историю, просто удивительную историю рассказал нам Давид, житель в музее черкесов, провел прекрасную лекцию, показали нам фильм, показали музей, сходили мы поели сыров, купили мед, Кваркама называется, поселение черкесов, ну, вот я хочу сказать, что трагедия, которую пережил этот народ, просто потрясла меня, просто потрясла меня, в этот же день мы потом поехали и посетили субботников, которые уже 120 лет, для кого не знает, Израиль существует всего 70 небольших лет, а они здесь живут 120 лет, тоже некогда изгнальники из царской России, пересекли всю Россию, на кораблях перебрались в Российской России, обосновались, поселили, достойные люди, интереснейший рассказ, об них я еще свои видео только буду выкладывать, заходите, по ссылке смотрите, будет интересно, история их достойна фильма, вот просто достойна фильма, настолько нас приняли душевно, настолько нас приняли тепло, настолько увлекательный был рассказ семьи Протопоповых, просто удивительно, заходите, следите за моим каналом, подписывайтесь, и я к тому, что традиции разных народов так или иначе устаканились в Израиле, потому что, я говорю, все мы израильтяне, нет здесь, ни таких, ни этих, ни лучше, ни правильней, ни честнее, никаких, есть израильтяне, и все, что мы видим вокруг, в ответе мы все за это, так что я никого, ни в чем не ущемляю, просто показываю, просто показываю, снимал я Яфа, где сегодня стоят полицейские кордоны, я уверен, можете без труда зайти по ссылке, я оставлю ссылку в описании, я сказал, что ребята там живут своей жизнью, просто они отцеплены от основных транспортных артерий, полицейскими кордонами, они их просто не выпускают, из своего места проживания, чтобы они не передавили детей на улице, ну вот, как раз вчера, перед тем, как ложиться спать, долго окружил вертолет над Яфом, мы с ним живем, наши города, Батьям и Яфа, смыкаются, и там ловили преступника, кто-то кого-то брнул ножом, полиция искала, ну, то есть, такая, знаете, она жизнь здесь в Израиле, она такая, ни на что не похожая, вы знаете, вот, если там вот большие державы, как Россия, она когда-то там подмяла под себя крошечные народы, вот как черкесов, изгнала просто, просто выгнала людей, полтора миллиона людей, выгнала с их родин, в Израиле таких проблем куча, но я говорю, это не касательно только Израиля, если уж так честно сказать, не давайте любую берите, колониальную страну, Канаду возьмите, Австралию, Британию, которая ограбила всю планету, продолжает это делать без стыда и сомнения, да, в самой Британии полно куча проблем, нирландцы, шотландцы, тому подобное, то есть, очень трудно удержать, вот этот баланс, так скажем, черного и белого в стране, Израиль не исключает, здесь не все так просто, здесь, конечно же, есть тоже свои нюансы, случаются военные, конфликты, последний военный конфликт, был в мае, ничего веселого, ничего веселого, ничего хорошего, людям это не приносит, потому что это смерть и убийство, никаких военных действий, никакого насилия против людей, я не поддерживаю, ни в каких формах, это вопрос такой тонкий, вы знаете, кто прав, кто виноват, ну, есть закон, и я стараюсь его придерживаться, с этой точки зрения, я смотрю на всех остальных, ну, вот, нас тоже сопровождает, ребят, да, я хотел бы сказать, еще о традиции этого дня, люди одеваются в белом, ну, по просьбе моей супруги, я тоже одел, светлая одежда, как я говорю, все мнения надо учитывать, максимально, ну, раз супруга попросила, мне нетрудно одеть, светлую одежду, погулять, тем более, что я гуляю по палящему солнышу, очень кстати, да, ну, вот, наш сервистический фильм, прогулка, так же,